Добрый вечер, с вами снова я и Фильм на вечер. На днях в бессонную ночь, когда сирены били тревогу одна за другой, я понял, что сегодня уже не усну и стал выбирать что-то новое из хоррора. Так как лучший способ отвлечься от реальных ужасов, это погрузиться на время в ужас искусственный. Среди всякого мусора и невнятных страшилок, меня привлек постер этого фильма. Название не обещало ничего интересного, но визуализация победила, и я приступил к просмотру. Хоррором он не оказался, но смотреть в него было достаточно интересно. Хотя я уверен, что 69% зрителей скажут, что смотреть было невыносимо скучно, и они потратили впустую свое время. Мне же смотреть было интересно. Во-первых, благодаря уже упомянутой визуализации. Во-вторых, мне понравились живые развернутые диалоги, которые в полной мере раскрывают человеческие психотипы. Нам можно. Вот что? Ну, это... Что бы это ни было. Встречаться. Пить вместе. Общаться. Трахаться. Трахаться. Да. Мужчина на отдыхе знакомится с достаточно яркой барышней, и оказывается, у нее дома. Мне принесет выпить красивая девушка в роскошном старинном доме. А потом, если повезет... А я думаю, что так и будет. Я от души потрахаюсь на прекрасном старинном диване у горящего камина. События стали развиваться совсем не так, как планировал молодой мужчина. Мне понравились образы персонажей и их воплощение. За манерами поведения девушек наблюдать было истинное удовольствие. Образы великолепны. На мой взгляд, безупречная манящая подача женщинности. Истинные сирены. Болт стоял колом. Актер, сыгравший главного героя, тоже, на мой взгляд, справился неплохо. Сыграть скучного и обыденного человека – это, на самом деле, не самая простая задача. Если мне пыхнуть пятку перед этим. Мне очень жаль. Нет, нет. Ничего страшного. Я же не увидела твой член. Да. Причем, не просто я ничем не выдающаяся личность, а того, кто решил в ходе событий применить амплуака за новым. Они увели ее в лес. Окружили. И один за другим воспользовались ею. Один за одним. Один за одним. Господи, Боже. Нет. Господь тогда не появился. Нет, я это сказал не буквально. Выходит, двойная игра, роль в роли. Когда на арену выходят фактически все герои, начинаются откровенные диалоги длиной до самого финала. То есть, именно на них завязан весь сюжет. Если вы любитель динамической смены картинки и сюжета, этот фильм совсем не для вас. Привет. Ой-ой, господи, Боже. Привет, привет. Прости. Привет, Люси. Люси? Что еще за Люси? В фильме однозначно присутствует сексуальное напряжение, которое продолжает расти как на экране, так и в штанах. Режиссер не переступает черты, не раздевает персонажей, во всяком случае с физической стороны. А вот с психической и моральной постепенно обнажает каждого из участников. И я вижу в этом особенную прелесть. На самом деле, все достаточно предсказуемо с самого начала. Мы понимаем, что герой оказывается в ловушке. И все же приятно смотреть на эту манерную, неспешную охоту и игру женской хищности. Я все-таки доволен, что посмотрел этот фильм. Знаю, что он не станет одним из тех фильмов, которые пересматриваешь всю жизнь. Или настойчиво рекомендуешь своим друзьям. Но для просмотра в осенний вечер сгодится. Но мне правда не хотелось бы, чтобы он заканчивался. Большое спасибо за внимание, берегите себя и своих близких. С вами был я, Каллигула. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока. Значит, ты лжец? Нет, это не... Погоди, погоди. Лжец это, наверное, слишком. Наверное. Иногда я выдумываю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...